Добрый день, мои дорогие! Вы на канале Иннет Безбек. Мы готовим себе завтрак, а потом поболтаем, как всегда. У меня есть интересная тема. Кето. Продолжим диету. И разговор о ней. И я сегодня посмотрела фильм такой, документальный, о прививках в 13-16 году от Монту. Вы знаете, он меня очень задел. Там документальные доводы, что это был все-таки эксперимент. Ой, оно меня не оставило спокойной. Я хочу с вами поделиться. Итак, мы включаем свою электросковородку, скажем так, раклетницу. Включаем ее, чтобы она нагрелась. Бурщик нам прокревает. Вот так, вот так, включим вверх-вниз. Так. Включили. Включили. Она нагревается. Мы ее сейчас смажем маселком. Да, где моя кисточка. Кисточка. Вы видите ее? А что она так плохо показывает, а? Почему так плохо видно? Вот так, что ли? Свет не падает. Что такое? Что такое? Свет то уходит, то приходит. Что за вред? Нифига не видно. Почему так? Почему так? Ну-ка, давайте попробуем то ли перезапуститься, то ли что такое. Валилась нога, как всегда. Не хочет, не хочет, не хочет. Так, я слышу уже запах горелого. Поэтому нужно... Да что такое? Давай, вставляйся. Теряем время. Теряем время. Так. В сковородочке я накрошила яблочек. Смажем сливочным маслом. И поставим сковородочки. Спечем сегодня яблочки. И на одной. Хотя можно на каждый. И сырочек можно заложить. Мы попьем потом с вами вот такой сырочек. Сейчас мы его откроем и положим листочек. Мы его не откроем. Надо нож. Чтобы его открыть, нужно нож. Открывайся. Открывайся. Вот так. Возьмем один листочек. И на яблочко положим, расклавим. Посмотрим, что у нас получится. Это сырок. Чедр. 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 Эта диета, она подразумевает самое основное. Диета кето большой промежуток времени от приема пищи. Большой промежуток от приема пищи. И продукты должны быть все высококалорийные. Сыр, молоко, все должно быть высокая жирность. А не то, что мы кушаем некалорийно. А вот на яблочки положим сырочек. И будет у нас вкусно. Ну, кстати, яблоки пекутся дольше, а сыр-то быстро. Слушайте, его надо в последнюю очередь положить. Сначала положим яблочки в печь. А сыр в последнюю очередь, потому что он очень быстро запечется. Так, яблочки разложим вот так раз. Два-три. Вам видно? Налаживаю яблочки. Поставлю эту вот так. Раз, два, три. И в эту сторону. Проверим, насколько говорят правду, что всё можно прям не запекать. Посмотрим сейчас. Так. Поставила я яблочки. А потом попробуем пожарить картошечку чипсами. Салфетку взять. Руки вытирать. Салфеточком. И я порезала вот такие чипсики с картошки. Смотрите, как я их делала. Просто обыкновенно. Вот так вот джик. Раз. 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 Вот так я сделала чипсики с картошки. этой чистилкой. Их нужно промокнуть, наверное, ещё. Так. Ну, всё. Больше она не режет. Это уже мы стругаем ножиком. Так. Сделала чипсики. Капельку масла я капну. Капну маслечко сюда. И мы размажем его. Так. Вот так я размажу его по по сковородочке. Вот. Я его размазала по сковородочке масла. Всё. Больше нам эта ложечка не нужна. да, я это понимала. И это. Положим положим бекончик. Я порезала мелкими кусочками бекон. Ох! Шкварчи! Вот такой бекончик для жарки одного яйца. я хочу. Разрезала сарделечку. Сарделечку. Тоже положим её здесь обжарим. Посмотрим, как это будет выглядеть. Насколько это будет аппетитно. Сарделечку. Капусточку я взяла. Просто помельчим капусточку. Будем кушать её. И сегодня с вами будем пить какао и болтать. Так, капусточка. жарится довольно-таки быстро. Уже нужно и переворачивать. А переворачиваем мы чем? Чем переворачиваем наши ложечки? Ну, конечно, тут надо нарезать. очень прикольно. Советую вам такую ракетницу по-нашему сковородка. очень классно. Гляньте, быстро вообще. Надо всё готовить и мгновенно. Чтобы тебя уже было всё нарезанное. Хорошо, что я это предусмотрела. да, и сосиска вот очень быстро это сарделька я порезала. Гляньте, класс! Так. Так, яйцо бросим. А где я вытаскивала яйцо? Куда я его делала? Ну, вот не знаю, куда делать. Так, пожарим яйцо. Опа! Отлично! Отлично! Видите, готовятся яблочки наши, пекутся и зажаривается колбаска и яйцо. У нас есть капусточка квашеная, квашеная капусточка. и вот будет диета кето. Калорийные продукты и с большим промежутком. Углеводы не надо кушать. Они, ну, как сказать, они не бесполезные совсем уж, но их скушаешь в 10 раз больше, чем бы ты скушал калорийные вещи. Ну, я не знаю, как яблочки. Яблочки надо подождать, чтобы они все-таки пропеклись. Сковородка будет что, жариться вместе с маслом? Вот это тут тоже вопрос интересный. Если я здесь наверху уже пожарю, то как же сковородка будет загорать от масла? А нам же яблочко нужно дожарить? Допечь, допечь. А, у нас еще картошка есть. Вот, я предусмотрела. На это второй этап. Сейчас мы это снимем приготовиться. И второй этап я положу картошечку. Будут чипсики. Вот так. В общем, посмотрела сегодня фильм. Не могу остаться равнодушной. Говорят, за вот эти все прививки и в Америке даже есть памятник. Слабый должен умереть. Такой огромный камень сделан как будто окно. Одна половина, вторая половина такой, как рама и открытые двери. А может, это двери. А может, это двери, а не окно. И вроде как с двух сторон открыты двери. и туда войдут только сильные люди. Только сильные. И говорят, все вот эти благотворительные фонды, благотворительные эти, вот нам присылают вакцины всякие, они договоренность на испытания с нашей страной. Ну, это говорится за Советский Союз, это же было уже давно, говорится, за 2006 год, 2013, еще после советское время. Но я вам скажу, что это правда. Я вот заметила по своим детям, я слышала жалобы на прививку Монту, что люди жаловались, даже некоторые остались инвалидами. Это было такое, было. ну, просто страшно. Говорит, никакой благотворительный фонд просто так не даст вакцину. Они дадут или просроченно, или то, что им нужно испытать. И врачи, которые это рекомендуют, они получают огромные суммы. И вот фильм этот выступает на том, что есть данные, которые на это время рассекречены. Сколько получили врачи и фамилии этих врачей, кто этим занимался. Но это серьезно, это так страшно. Сколько там у нас минут? Мы успеваем? Сейчас я посмотрю. Ну, судя по всему, да, еще картошечку мы пожарим. В общем, очень такой интересный. Я не осталась равнодушной к этому. меня задел этот вопрос реально, что вот бедные не нужны. Ну, как бедный? Человек проработал. Короче, кто не приспособится сейчас к цифровой вот этой электронике, вот этим всем компьютерам, то будет очень тяжело, будет беда. нужно обязательно приспособиться к этим современным условиям. Смотрела за работу за границей, на производствах. Ну, что на производствах? Нужно обязательно иметь, я думаю, что свой капитал. Нужно поселиться, за какие-то деньги жить, нужно питаться, а зарплата в итоге получается такая же, как и на родине. Особого смысла нет. Просто если ты хочешь уехать от себя, если тебя ничего не держит, да, вот поехать попутешествовать, как бы посмотреть, попробовать, это можно. Ну, какого-то смысла. Человек же живет для того, чтобы быть в уюте, быть красивым, для этого тоже нужны деньги, ты должен себя обрабатывать, и ты должен как-то радоваться жизни. Все должно быть удобно и красиво, я считаю так. Так, как у нашей яблочки, яблочки наши никак, товарищи, это что-то наверное долго надо будет с яблочками, придется их перелаживать на сковородку. Так, этот процесс у нас завершился, я так понимаю. мы сейчас все снимем в тарелочку, все мы на блюдце сейчас снимем, колбаска готова, обжарилась, ну хорошо, я довольна, гляньте, как прикольно, ох, даже зарумянилась, ох, видите, румяные кусочки, ой, плохо поднимать, ну давай, что ты мучаешься, ой-ой-ой-ой-ой, яйцо еще живое желток, ой, так неудобно одной штукой этой, как его подать, так ну что, мне кажется, вчера лучше яйцо снималось, это за счет того, что, наверное, бекон, я как-то сырой желток есть не хочу, не доверяю этим магазинам, надо как-то немножко его прожарить, так, желток прожарю, не хочу сырой, вот такой у нас завтрак, да, сегодня что-то попристало, уже моя еда, плохо снимать, надо чем-то помогать, чем-то помогать, я буду жарить здесь же картошечку, чипсики такие, что надо собрать эти остатки пищи, чтобы не приставали, в общем в принципе этот агрегат не страшный, можно делать все, что хочешь, сковородка, хочешь разогревай, хочешь жарь, хочешь, что хочешь, так, хочу снять сейчас все, чтобы не горело, так, все, сняла эти все остатки пищи, опа, опа, до крошечки, хочу до крошечки, вот такая вытрем сковородочку, теперь я положу еще маслечко и положим картошечку, попробуем, что у нас получится, так и помажу, сковородочку, тихо-тихо, не стреляй, так и положим картошечку, что получится с картошкой, я сама не знаю, что получится, но ее наверное нужно было промакивать, а я не промакивала, так, салфеточка, раз, 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 промакнем ее, промакнем, это у нее сок собственный, вот этот же как, крахмал, промакнем салфеткой, промакнула ее, салфеточкой, будем ложить, а яблочки пекутся, картошечка, порезанная чипсиками, как это будет выглядеть, не знаю, вот хочу пожарить, вот одна картофеля, на это столько много, так что меня так впечатлили вот эти вот фильмы, я реально помню эту проблему с вакцинацией в школе, не было в то время прививок, а потом дали, писали это родителям разрешение, но они говорят в фильме, что даже в целях стерилизации их применяли где-то в Германии, это вообще услышишь, так волос дыбал, что у нас яблочки, не слышно, чтобы они аромат давали, готовились, это у нас с мусором, мусор, выбросим это поможем, вот так готовится, готовится, картошка, как будем переворачивать, немножко неудобно переворачивать, так, это выбросим, ну что ж, а Бурсик поет, Бурсик довольный, вот так сделаем, и сегодняшний день читаем гороскопчик, гороскоп на неделю сегодня у нас есть, сейчас я принесу очки, сегодня у нас гороскоп на неделю, мы читаем гороскоп на неделю, с 29, по какое, 1, 2, 3, 4, 5, 6, по 7 октября, читаем гороскоп, сейчас я вам почитаю гороскопчик, почитаю гороскопчик вам, сколько там во времени мы успеваем, так, надо очки, пахнет, зажариваются чипсики, подсушиваются, так, дорогие мои, любимые, читаем, гороскоп, овен, даже если получится не все из того, что вы планировали, не корите себя, вы неплохо поработали в последнее время, так что обязательно придумайте себе достойную награду, телец, начало недели преподнесет приятные неожиданности, эти дни сулят вам много новых знакомств, вы почувствуете уверенность в собственных силах, можете не опасаться каких-либо неудач. Близнецы, всю неделю вы будете пребывать в хорошем расположении духа, дела будут радовать, в этот период важно не поддаваться с соблазном, чтобы не потерять благосклонность фортуны. Вы поняли, близнецы, вы не сильно разгоняйтесь. Рак, не доверяйте слухам и держитесь подальше от завистливых и воршливых людей. Пришло время позаботиться о своем состоянии и отдохнуть. Возможно, удачное стечение обстоятельств. Пожалуйста, присмотритесь, а вдруг вам что-то упадет с неба. Лев, вашей энергии сейчас хватит на выполнение множества мелких и крупных дел. Так что дерзайте, так, держайте смело, назначайте важные встречи и переговоры. А вот выходные отдохните как следует. Львы, тоже не распыляйтесь. дева. Звезды советуют вам замедлиться и перестать спешить. Отложите второстепенные дела на потом. Сейчас вам нужен качественный отдых. Самое лучшее средство от хандры. Это новое хобби. Так что будем развиваться с вами. Так, мои чипсики подгорают уже. сейчас их нужно перевернуть. У меня есть такие еще тут ножницы. Вот эти. Кулинарные. Наверное, мы ними воспользуемся. Да? Так будем переворачивать. Опа. Ой, а они только пирожки берут. Что-то не очень переворачивают. Давайте старым методом. Вот так. Раз. И перевернули. Смотрите, какая красота. Картоха жарится. И одной картошки дофига. Так что не переедаем, а делаем пищу разнообразной. разнообразной. Переворачиваяся вот так. Во. Вот. Отлично. Ой, приоритло. Ладно. Не будем дрявать. Опа. А, это уже перевернутая, да? Слушайте, классная штука вообще. Классная штука для обжора идеальная. Больше, чем туда влазить, не нужно. Кушать не нужно. Больше, чем влазить на эту сковородку, что я запуталась где я вперед, где за. Перевернула, не перевернула. Смотрите, как классно. Все, пусть жарится. Вот так, вот так. Так, продолжаем. Это гороскоп с 29 по 7 и август этого. Господи, октября. С 29 сентября по 7 октября. Весы. У вас не будет причин жаловаться, если позаботитесь о здоровье и хорошем настроении. В общем, всем советуют отдохнуть. Всем буквально этим знаком зодиака советуют отдыхать и обращать внимание на себя. В этот период удастся устранить все недоразумения. Окружающие будут доброжелательны к вам. Скорпион, вы станете... А тепло от печки, тепло, не нагревается ничего. Не, нормально. Нормально. Яблочки домятся там. Сейчас уже будем сырок ложить. Так, скорпион, вы станете мечтательными и спокойными. Прислушивайтесь к интуиции, избегайте рискованных дел и людей, которые вам не нравятся. Найдите время для тех, кому вы нужны. Стрелец, идеи и дела, которые оказались проигрышными, теперь двинутся вперед. Неделя благоприятна для того, чтобы заняться спортом или чаще выходить на прогулки в приятной компании. Козерог, не сопротивляйтесь обстоятельствам, которые будут происходить в вашей жизни. Лучше научитесь умело подстраиваться под них. Слушайте голос сердца и вы найдете ответ на важный вопрос. Водолей, вы найдете для себя массу дел, изящно убедите других в правоте своих идей. появится шанс на выгодное дело. Выходные идеально подходят для теплых семейных встреч. Рыбы, пора поднимать себе настроение. Включите в свое расписание развлечений и встречи с друзьями и близкими. Не лучшее время для риска и принятия серьезных решений. Вот так, мои дорогие. У нас все готово. Отключаем печку. Так, печку отключаем. Все, я ее выключила. Вытаскиваю с розетки и можно садиться пить какао и кушать. сейчас я положу картошечку сюда же. Здесь у нас колбаска, яйцо и капусточка. Я вылаживаю сюда картошечку и будем завтракать. до новых встреч. А покажу вам этот яблочки. Запеклись яблочки, я ложу сырок. так, ложу сырок. Вой прилип друг до друга сырок. Вот. Все, сырок.